Побывать на знаменитой сочинской мацесте и не пройти хотя бы мини-процедуру – это не про любознательных туристов из Китая. Поэтому в ванне с водой, насыщенной сероводородом, был, можно сказать, аншлаг. Уже через несколько минут поделились впечатлениями гости. Капилляры начинают расширяться и в кисти чувствуется тепло. По словам сотрудника бальнеологического курорта, всего один курс таких процедур может значительно улучшить здоровье человека. Не менее полезными свойствами славится минеральная вода мацестинских источников, которую с удовольствием дегустировали гости. Сунь Янь, пекинский туроператор, говорит, в Китае знают о полезных свойствах сероводородных источников, однако технологии, по которым в Сочи проводят лечение, ей в новинку. Да, интересно. Первое – это вода, похожая. У нас в Китае есть такой источник, они вкусы очень похожи. Но мне очень мотивировал в эту процедуру здесь, очень интересно. У нас такого нет. Не могли проехать туристы из Поднебесной и мимо дачи Сталина. Они внимательно слушали рассказы экскурсовода и делали фото на память с восковой фигурой вождя. Ян Юйхун, который трудится в сфере туризма уже не первый год, утверждает, гости из Китая, прилетев в Сочи, дачу Сталина стараются посетить всегда. К культу личности Сталина многие из них относятся уважительно, вспоминая о крепких дружественных отношениях в годы советского и китайского руководителей. И радуясь тому, что сегодня эти связи становятся все более крепкими. В данном мероприятии участвуют основные игроки туристического рынка Китая. Это самые крупные туроператоры. Там, допустим, один из туроператоров имеет до 80 филиалов в Китайской Народной Республике. Следующим нашим шагом будет то, что мы пригласим все эти 80 филиалов и другие представительства и филиалы других туристических компаний. Те, кто приехал на этот раз, уже знают, Сочи – это не только море, горы и олимпийские объекты, но и богатый на культурные достопримечательности город, в котором есть, к тому же, большой выбор лечебниц и здравниц. В этот раз мы много мест обсмотрели, но будем стараться связаться с авиакомпанией, еще нашей турфирмой, всем, чтобы больше людей возили в Сочи. Переговоры об авиаперевозках из Пекина в Сочи уже ведутся. Не исключено, что прямые рейсы появятся уже этим летом. А это значит, что тысячи жителей Поднебесной смогут не только сфотографироваться на фоне местных достопримечательностей и приобрести олимпийские сувениры, но и улучшить свое здоровье. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова